3 мая меня выкрали в Донецке, это Альфа, доставляли меня в Киев на трех машинах. Потом ночью, где-то в полдвенадцатого, я был доставлен в Киев в контрразведку СБУ. И со мной работали двое следователей, они представлялись в контрразведке. И я находился в здании, это же непосредственно контрразведка СБУ. Они говорят, ты к Киеву Ивановичу зайдешь, его надо убить. Я говорю, как убить? Он говорит, мы тебя подкинем. Я говорю, как подкинете? Он говорит, ну либо поменяем, мы тебя выпустим. А ты, Игорь Иванович, придешь и застрелишь. Я говорю, хорошо. А отход какой? Он говорит, блин, мы отход не проработали. Либо специалистов не было, у них уже каких-то деревенских, понабирали бывших милиционеров, возможно, или еще что-то. Вменяемый человек, я думаю, он начинал бы с другого прорабатывать. И потом, ну, почти сутки я просидел в этой контрразведке. Они пытались разные придумать, за что меня можно задержать и все остальное. там понаписывали. Потому что, вот я с товарищами общался. Они уже идут на то даже, что в делах нет живых подписей, что я расписался внизу на странице. Они уже это ксерят. Они там как-то, ты подписываешься, что ты ознакомлен там со статьями там закона 63, там допустим, что ты имеешь право не давать против себя там показания. Они вот эту подпись они от ксерили и под показаниями, типа какие-то он давал и ставят эту подпись. За вами вели слежку, была поставлена задача и вас отловили там? Да. Скажите, как это было буквально, поминутно, по часу? Ну получается, я со своими товарищами в 1 час, ну там утром мы заехали в центральный Унермах и покупали материалы для того, чтобы шить флагин к 9 мая. И мы купили материалы и вот только там как бы я сел в машину и произошел захват, блокировка, то есть меня на землю. Как это происходило? Ну очень быстро, очень быстро. Профессионалы работали, то есть меня вытащили с машины, это моментально я даже не успел ничего этот, не сделать ничего. И меня в багажник засунули, ну на ручнике, в багажник всунули джипа и там меня, ну то есть лицом без маски сначала, то есть лицом вниз должен был, пытался я повернуть лицо, потому что было неудобно. Меня этот, который сопровождал, чтобы я его не видел в лица, он начал подбивать меня ногой, то есть там один зуб выбили, в одном там пломбу вылетело, ну то есть, потому что чтобы я смотрел только в пол. Потом меня с одной машины пересадили в другую машину, там уже одели мне балаклаву, перестегнули на ручнике наперед. Вот, в первой машине я ехал где-то час, во второй машине где-то порядка двух часов и в третьей машине уже в микроавтобусе, там четыре человека меня сопровождало, я уже ехал в Киев. И, конечно, там, когда привезли, они начали там запугивать, там, вот сейчас, там, это как раз было, там, 3 мая, говорят, тут у нас, там, у Альфы ребята погибли, они сейчас, мы тебе отдадим Альфе, потом там начали, там, мы тебе отдадим правовому сектору, там, ну такое вот, то есть, я похудел на 22 килограмма за вот четыре с половиной месяца, потому что два месяца были запрещены передачи, встречи с родственниками. Письма там, там, уничтожались, не доходили, то есть, можно было максимум только какие-то заявления там написать. Потом уже, когда вышел, мама говорит, я там тебе, когда приезжала, там, на свидание, там, 9 июня, она говорит, я тебе привезла там шесть палок колбасы. Я говорю, нет, там, две с половиной или три было всего. То есть, ну, понятно, сигареты они вытаскивают, там, эти, там, в каждой пачке, там, две, три, там, сигареты вытащат. Можно сказать, что Министерство безопасности Украины ворует и колбасу, и сигареты, и все по мелочи. То, что происходит там, это все полностью, это все, одна фальсификация. Следователем, вот я разговаривал, он говорит, я прекрасно понимаю, что, говорит, никакой террористической организации, говорит, как ДНР, ЛНР, говорит, нету. И у нас даже, говорит, нету решения, что там это террористическая организация. А все дела щутся, везде указывается, что ДНР, это террористическая организация, не специалисты работают сейчас там. У меня было семь томов по делу. Как вот адвокат говорит, говорит, Константин, говорит, из этих семи томов, говорит, а тебе только две страницы. Я сижу в кабинете у следователя, у меня уже все. Ну, то есть, мы ждали только прокуроров, чтобы они подписались, чтобы дело передано было в суд. И, получается, я сижу у следователя, вбегает этот старший группы, говорит, спрашивает, говорит, это кто такой, как фамилия? Ну, следователь говорит, это Глубничий Константин. Он говорит, сколько у него статей? Он говорит, три. Он говорит, добавьте ему еще две. То есть, ну, и ты смотришь на этого человека и понимаешь, что это полный маразм. Он не знает, что, за что там тебя, это, вы просто, добавьте ему еще две статьи и, говорит, на запад его. Потом, когда, а, и поворачивается, говорит, ну, потом, я уже выяснил у следователя, он говорит, это на западной Украине, говорит, есть там, типа, зона, в которой много националистов, там, говорит, ну, чтобы тебя специально туда похуже, говорит, загнать. И вот этот старший группы, он поворачивается, а у меня, получается, следователь, он сам, сумму, он разговаривал со мной по-русски. И, получается, он поворачивается к этому следователю, который разговаривал по-русски и говорит, ты видишь, говорит, я, говорит, к нему тоже нормально отношусь, хотя он там на русском языке разговаривает, говорит, а вы что, говорит, русского языка? А хотели, говорит, вот вам, говорит, а не русский язык, говорит, мы придем вас всех танками передать. Это, как, таких людей вообще можно держать на госслужбе? Сейчас же же и Верховная Радия тоже же там, они уже разговаривают тоже по-русски, потому что взяли же они трех иностранцев, которые не понимают либо английский, либо русский. С соседями, там, через камеру, там, сидел, Пукач сидит, это по делу Гангадзе, генерал, который там уже, по-моему, лет 7 там находится. Ну, я сидел сначала с директором школы с Херсонской области, которого, там, выпил, поговорил со своим другом, там, в Крыму. Его обвинили, там, в передаче секретных данных о передвижении войны. Потом я сидел с этим, с мэром Стаханова, его там, Ляшко, брал 22 или 23 июля. Ну, то есть, хорошие люди все там. Это стопроцентный нацизм. И мое пребывание там напоминает гестапо, времен Великой Отечественной войны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА